Сегодня станет известно имя юного дарования, которое представит Казахстан на детском Евровидении 2018 в Минске. Сейчас идут последние приготовления к грандиозному концерту, который покажет телеканал Хабар в прямом эфире. 10 самых талантливых детей со всего Казахстана, прошедшие жесткий отбор, поборются за путевку на международный песенный конкурс. Кстати, любой из нас может решить судьбу конкурсантов посредством смс-голосования. С самого утра мой коллега Асхат Ниазов рассказывал о конкурсантах, и вот сейчас он готов познакомить нас с последней участницей. Асхат, приветствую еще раз. Ну давайте не томите, рассказывайте, кого вы там держали до последнего. Еще раз приветствую, Сергей. Сначала я хочу показать, давайте наши телезрители посмотрят, последние приготовления. Зал уже почти наполовину заполнен. Собираются родственники, родители, детей, участвующих сегодня. Ну а последняя конкурсантка, с которой мы хотим вас сегодня познакомить, здесь сидит спокойненько, это Зире Амирбекова. Зире, здравствуй. Здравствуйте. Встала? Немного. Ну а честно? Да, встала. Вот слушай, Зире, ну вот допустим ты сейчас победишь в финале, поедешь в Минск, победишь там, потом на взрослом Евровидении победишь, будешь певицей, тебя будут узнавать. Представляешь, какая у тебя жизнь трудная начнется, ведь это же не только плюсы, но и минусы есть. Ты будешь уставать еще больше. Ты к этому готова? Конечно, если ты занимаешься любимым делом, для тебя усталость это не такая большая проблема. И, конечно же, самое главное, это то, что ты получаешь удовольствие от этого. Ты получаешь удовольствие от этого? Конечно, получаю. Мне кажется, это самое главное. Зире, расскажи про твою песню, которую уже меньше, чем через час ты исполнишь. Расскажи, о чем она, как она создавалась? Эту песню мы создавали довольно быстро, потому что сроки были уже на исходе, но песня получилась офигенная. Сочинила мне ее Татьяна Решетняк, слова мы делали в Казахстане. И эта песня называется «Посканат». Она про то, что у тебя есть два крыла, благодаря которых ты можешь достичь своей цели. У тебя есть друзья, родные, близкие, которые тебя поддерживают. Ты должен быть уверенным в себе, понять, для чего ты пришел в эту жизнь и добиться своей цели. Ну, да, ты правильно, песня офигенная. Скажи, пожалуйста, если ты все-таки победишь, как-то изменится твое отношение, не знаю, ко всему, к жизни и вообще к целому? На самом деле, когда ты чего-то добиваешься, у тебя нет такого ощущения, что ты выиграл какую-то лотерею. Ну, конечно, у тебя огромная радость, но все-таки это каждодневный, ежедневный труд. И поэтому, конечно же, будет классно. Но меняться что-то кардинально в моей жизни, отношение мое к людям, конечно же, не будет. Окей. Это была наша сегодняшняя последняя конкурсантка, которую мы показали вам, уважаемые телезрители. Но теперь, меньше чем через час, прямой эфир, 19.00, телеканал Хабар. Включайте и вы, Сергей. Спасибо, Асхат, обязательно. Из Алма-Аты с подробностями о подготовке к гала-концерту был мой коллега Асхат Ниязов.